Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 2 августа. Представление святого и праведного Василия Блаженного, чудотворца московского. Этот блаженный Василий жил в царствовании благоверного царя и великого князя Иоанна Васильевича 1462 по 1505 год царствовал. И в правлении святейшего Макария митрополита московского и сия России. Отца его звали Яковом, а мать Анною. Их молитвами он был испрошен у Бога. И по их вере дан был им. С юных лет он воспылал любовью к Богу и стал жить по заповедям Его. Оставив затем отчий дома родных своих, блаженный Василий в надежде на будущее благо переменил пленное достояние на духовное, так как вместо отца у него было от течения бремени грехов, вместо матери чистота, вместо братьев желание стремиться к горнему Иерусалиму, а вместо детей сердечное воздыхание. И чтобы иметь все это, он изнурил себя многоразличными суровыми подвигами. Блаженный настолько был беден, что не имел для себя даже малой пещеры и не носил на теле в своем одежде, а пребывал всегда без жилища и ходил на гим и летом и зимою, зимой замерзая от холода, а летом страдая от зноя. Находясь постоянно среди шума и криков, но имея душу свою свободную от страстей, он всегда проводил Христа ради жизни уродивого. Он ничего не говорил и представлялся как бы лишенным дара слова, желая этим вскрыть от людей свои добродетели и быть ведомым только Богу. Но не может город укрыться наверху горы стоя. В следствии чистоты жизни Блаженного и его несокрушимого терпения, слава о нем дошла до слуха благоверного царя и великого князя Иоанна Васильевича, сия России самодержца, которому о жизни его рассказал преосвященный митрополит Макарий. Оба они весьма удивились его терпению и прославили Бога за то, что он даровал в их время такого святого мужа. Таким образом, неизменно подвязаясь в трудах и терпении, перенося голод и жажду, ежедневно подвергая себя смертным опасностям, Блаженный Василий прожил жизнь свою. Заболев, наконец, он слег в постель. Благоверный царь и великий князь Иоанн Васильевич, вся Россия самодержца, услышав о близком отшествии святого к Богу, пришел к нему вместе со своей благочестивой царисой и великой княгиней Анастасией и со своими благородными царевичами Иоанном и Феодором, чтобы посетить его и принять от него благословение. Блаженный, будучи близок к смерти и находясь уже при последнем издыхании, пророчески сказал царевичу Феодору, «Все, что принадлежит твоим предкам, будет твоим, и ты будешь их наследником». После этих слов Блаженный предал душу свою в руки Божии. От тела его весь город наполнился благоуханием, и множество жителей города стеклось на его погребение. Открылось умилительное зрелище. Царь и князья до святого храма сами несли на плечах своих тела Блаженного. Епископы и священники со всем притчатым прославляя его пели псалмы и церковные песнопения, а народ со слезами восклицал, говоря, «Приблаженный Василий, молись усердно Христу Богу нашему за город наш, Москву, и за все русские города и селения, за христолюбивого царя нашего, за благочестивую царицу и за благородных детей их, а воинству его будь пособником в победе и одолении супостатов». Участвуя в погребении Блаженного царя с царицей, проливали из отеи своих радостные и скорбные слезы. Радостные. Потому что в такой кончине святого они видели доказательства его совершенства и причтения его к лику святых, а скорбные слезы. Потому что лишились такого доблестного подвижника. И уже тогда многие от прикосновения к святым мощам Блаженного получали исцеление. Преосвященный митрополит Макарий с Священным Собором, Воспевший над телом святого псалмы и погребальное песнопение, с почестями похоронили его второй день месяца августа 1552 года. Всего жития ему было 88 лет, из которых 72 года он провел в юродстве. Господь прославил Блаженного чудесами и после смерти его в 1582 году. В 1588 году. Богу нашему слава ныне, всегда и вечно. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok